Самарская область станет участником пилотного проекта «Электронный больничный лист». Совместно с Фондом социального страхования его планируют запустить через год. Исчезнут ли привычные бумажные формы больничного? И зачем нужна еще одна информационная система для пациентов? Разбирались наши корреспонденты. Бумажных больничных в течение года в области выписывают более миллиона. Ошибки здесь неизбежны. Электронный больничный лист должен это исправить. Ведь в конечном счете недополучает пациент. Предполагается, что как открытие, так и закрытие больничного листа будет происходить с точки зрения терапевта, либо соответствующего медицинского работника в электронном виде. А процедуры, связанные с больничным листом, будут доступны, в том числе Фонда социального страхования, уже на этапе открытия больничного листа, чтобы он мог более качественно планировать финансовый ресурс, который необходим в следующем месяце для закрытия соответствующих случаев. Сейчас оплачивают больничный по такой схеме. На место работы пациентов Фонд социального страхования перечисляет деньги. Пособие по временной нетрудоспособности. Но перевод средств возможен только при наличии правильно оформленного документа. Если вопросы, связанные с внедрением электронного больничного листа, они будут решаться успешно, то в конечном счете мы можем также перейти к прямым выплатам от Фонда социального страхования непосредственно застрахованному лицу, минуя работодателя. Во время эксперимента параллельно с привычными бумажными больничными листами пациента будут получать доступ в свой виртуальный кабинет. Первые электронные документы начнут действовать в следующем году. Татьяна Подова, Дарья Болгова, Александр Каракулько. Новости губернии.